Друзья, всем привет! Вы на канале Делай то, Делай это. С вами Ким. И у нас 11-й день стройки. И что у нас сейчас будет происходить? Это у нас по плану, вот мы уже производим битумную гидроизоляцию, наносим на торцы, значит, плиты нашей. А с заворотом мы ее все промазываем и будем проклеивать гидроизоляцию по кругу, по периметру. Соответственно, также мы перейдем сейчас на забор, будем параллельно строить забор здесь и делать, выкладывать первые ряды черновой кладки цокольной. Ну и, соответственно, буду вас держать в курсе дела. Пришел у нас черновой кладочный кирпич на цоколь, начинаем его разгрузку, будем выкладывать по периметру нашей площадки. В первую, в первый паллет уже это разгрузили, сейчас цепляем второй паллет, и так тихонечко вот нижний слой у нас вкладочный из красного кирпича. Таким образом происходит с разгрузкой. На местности, как говорится, определяем, где нужно. Четвертый поддон у нас переносим на сторону гаража, по периметру у нас пойдет. Кирпич у нас полнотелый, красный. Переехали на другую сторону, чтобы было удобно нам достать до края со стороны гаража. Начинаем разгрузку с этой стороны, еще пару паллетов на эту сторону поставим, будет нормально. Продолжаем приемку материала. Завозим на стройплощадку, уже второй рейс у нас с облицовочным кирпичом приходит. И плюс силикатный кирпич на... Вот мы его завезли, и это все пойдет на перегородки. Потихонечку, потихонечку все завезем, и можно уже будет приступать непосредственно к работам по возведению. Так, прокладываем сетку на первый ряд под основной красный кирпич. Сейчас мы будем наносить раствор, смесь. И уже первый слой у нас будет выравнивающий, ноль вводится. Идеальный, после чего может быть продолжать дальше кладку. Сетка укладывается по всему периметру нашего строения. Также сетка укладывается в каждый ряд красного кирпича. Вот, положили первый кирпич на угол. Это начало нашего дома, будущего. Теперь мы стреляем метки с каждого угла. С помощью нивелира и того угла. Высоты должны совпадать. Если высоты совпадают, значит все у нас четко. Если не совпадают, значит надо подогнать плюс-минус сколько-то это необходимо в миллиметрах. Это очень важно на данном этапе. Ну вот подошел у нас к концу 11 день стройки. Что нам удалось сделать? Это поднять почти весь периметр. Мы прогнали. Но, к сожалению, времени не хватило. Все устали. Вот такой периметр у нас идет из красного кирпича. В три ряда он. На него будет уже накладываться бордюр. За ним будет блок газосоликата. И сверху уже пойдет облицовочный кирпич. Вот таким образом. Завтра завершим мы кладку до конца. Положим блок и заказали бордюрчик, который будет выступать у нас конечным этапом на черновой кладке. Ну так. На этом все, ребят. Кому было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Комментируйте это. Что вам непонятно для обсуждения. Соответственно, чтобы не пропустить следующее видео, жмите на колокольчик. С вами был Ким. До скорого.